Весь личный состав в третьи сутки прорабатывает каждую версию пропажи восьмилетней Насти Луцишиной. Если еще вчера основные силы были брошены на частный сектор Слободы, теперь прорабатываются все районы округа. На разводе личный состав вновь получает описание второклассницы. Шапка вязаная с белым бомбоном, пуховик красного цвета, атласный спортивный костюм голубого цвета, сапоги красного цвета. В районе школы номер 131 у Круголиц провели обыски. Параллельно с полицией работает и сарафанное радио. В сети появляются все новые версии по делу Насти Луцишиной. Город, можно сказать, наводнен всевозможными слухами. В интернете появляются всевозможные информации. Поэтому хочется обратиться к гражданам, к представителям средств массовой информации. Вы доверяете только официальной информации, потому что всевозможные слухи, домыслы, они осложняют работу полиции и на самом деле наносят большую боль родственникам девочки. Пока о местонахождении девочки ничего не известно. Администрации Дума Уссурийского городского округа предлагают вознаграждение в 500 тысяч рублей тому, кто предоставит достоверную информацию о пропавшей Насте Луцишиной. Наталья Зайцева, Александр Анисимов, Телемикс.